Доброе утро, дорогие друзья! Как всегда, Утро ТВ мы начинаем с братьями нашими меньшими, я бы сказал так, потому что у нас сегодня в гостях настоящие стафарширские терьеры. И заводчица, владелица клуба американских стафарширских терьеров Елена Золотова. Доброе утро, Елена! Доброе утро! Доброе утро и вашим питомцам! Как зовут нашего богатыря? Ну, это золотой ангел-хранитель Цериус Джима Карл. Церик? Или под домашнему Церик. Церик, отлично. И вот малыш у нас еще совсем щеночек, тоже американский стафарширский терьер. Как его зовут? Это золотой ангел-хранитель плюс эликсир жизни. Плюсик. Ой, как хороший плюсик. Какой хороший. Какое мажорное такое название. Плюс. Елена, ну, американские стафарширские терьеры, пожалуй, одна из самых таких спорных пород для большинства людей, не собачников далеких разведений и жизни с собаками, боятся люди многие эту породу. Давайте развенчаем мифы. Действительно ли это порода бойцовская? Действительно ли их стоит бояться? И действительно ли это опасное холодное оружие в руках неумелого владельца? Да нет, конечно. Все это мифы, все это предрассудки и все это отголоски прошлого этих собак. Конечно, в свое время они разводились для борьбы друг с другом, там, с другими животными. Но уже больше 100 лет эти собаки разводятся, как собаки-компаньоны. То есть это, в первую очередь, друг, это, в первую очередь, помощник в хозяйстве где-то там что-то поохранять. Вот. И, в первую очередь, это друг для детей. Это единственная порода собак, у которых отсутствует агрессия к людям, как таковая. Вот. И можно спокойно ребенка оставлять с такой собакой. Эта собака никогда не обидит ребенка. Ну и, конечно, прошлое их не делает свою нехорошую службу, скажем так. Люди их боятся именно из-за того, что вот еще в средствах массовой информации очень много негатива льют. А на самом деле это собаки-компаньоны, очень дружественные собаки, любящие поиграть, побеситься, поноситься. То есть это именно собака такая компаньон для души. Лен, ну расскажите, каких размеров достигает американский стопошистский трейлер? Вот мы видим кобеля, довольно крупное создание. Да, это цирик достаточно крупный по своим размерам. В холке они где-то достигают 48-50 сантиметров кобели, девочки 46-48. Девочки чуть поменьше. Кобели более мощные, головастые, скуластые. Девочки по изящниках, все женщины. Еля, ты заметила, что я так тихо молчу, потому что я... Побаиваешься? Побаиваюсь, я действительно побаиваюсь, такие зубы. Скажите мне, пожалуйста, Елена, сколько ест этот... Сколько людей в день? Сколько сюда? Знаете, вообще, при всей своей такой хорошей мышечной массе, да, эти собаки просто генетически имеют такую хорошую мышечную массу. Им, в принципе, немного надо пищи. Сухой корм, если собака ест, это где-то 350-370 грамм в день. Это в день, дневная норма. Но это если профессиональный корм, конечно. Поэтому надо кормить профессиональными кормами. А сколько гулять тогда надо с ней? Стахарды очень любят гулять. Они очень подвижные, энергичные собаки. Очень любят подвижные игры. Гулять надо, ну, максимум, наверное... Минимум, я хочу сказать. Не меньше двух часов. Не меньше двух часов. Час утром, час вечером. Но прогулки должны быть очень активные. То есть собаке надо кидать мячики, играть с ней. То есть собаку надо чем-то занять. Конечно, если вы вышли сонные, прошлись вокруг дома, вернулись домой, то такая собака, конечно, ей будет мало. Ну, как и многим другим, на самом деле, по родам собак, действительно, дома просто бывает тесновато. И побегать все-таки на улице нужно. Лена, расскажите, как они уживаются с членами семьи, может быть, с другими животными, кошками, собаками? Прекрасно живут вообще. Единственное, конечно, надо правильно воспитывать с детства собаку, чтобы она правильно... Социализировать? Социализировать, да. Чтобы она правильно умела общаться с другими животными. Церик живет еще с одной девочкой, с подружкой, скажем так. Но вот видите, сегодня в студии он совершенно спокойно со щенком общается. Абсолютно, да, спокойно. И щенок совершенно спокойно с Юлей общается. И также точно у нас собачки живут с кошками, с хорьками, с кроликами, с другими собаками. У меня очень многие мои владельцы, моих щенков держат еще маленьких собачек. И никаких проблем не возникает. Грина, расскажите про дрессировку. С какого возраста вы рекомендуете щенкам отдавать, что называется, в школу послушания? Какие обязательные навыки должны быть у такой породы? Я поняла. Церик, сиди, сиди. Я, значит, рекомендую с детства, с самого, как только вы забираете щенка, сразу же начинать дома, уже дрессировать каким-то элементарным навыком, командам места там нельзя. То есть обязательно надо начинать учить собачку чему-то. А вообще с 4-х месячного возраста рекомендую заниматься. Почему? Потому что щеночек еще очень маленький, активный, очень ориентирован на человека. И ему удобнее и спокойнее заниматься в этом возрасте. Старше, когда собака становится, да, вот, взять церика уже взрослого, тяжелее справиться физически человеку. С мужчинком справиться легче. И вы к 6-7 месяцам уже получите умную, образованную, спокойную собаку. Вот, да, охранник, охранник у нас. А потому что, видите, светло очень светит на него. Он в темноте не видит, кто там, конечно, он обозначил. Лена, расскажите, пожалуйста, об особенностях породы. Может быть, у них есть какие-то, что называется, болезни породы? Я не знаю, может, аллергичные они, может быть, чем-то кормить их. Мёрзнут, в конце концов. Ну, конечно, зимой они мёрзнут, приходится одевать различные комбинзончики. Вот, в принципе, есть такое заболевание, как атаксия, генетическое. Но заводчики сейчас все проверяют своих собачек перед тем, как повязать на это заболевание. Это можно выявить генетическое заболевание при помощи анализов. А что за заболевание? Это заболевание в 5-6 лет собачка начинает терять координацию, спотыкаться сначала, потом не может взять какую-то еду из мисочки, не может координировать движение. То есть у неё теряется координация. Мы ещё видим, что у нашего большого парня уши купированы, а у малыша ещё нет. Они будут купироваться или сейчас по правилам... Это ещё посмотрим, как они будут... Смотри, ну-ка, сядь быстренько. Садись, садись, садись. Это как... Посмотрим, как будет ему по форме. По симпатичной. Симпатичной, да. Но вообще сейчас у многих странах запрещена купировка. И поэтому, если щенок планируется выставляться где-то в других странах, то, конечно, уши лучше оставить естественными. Но у нас в России очень любят купированные уши. Так они и смотрятся. Да, если собака будет выставляться в России, то лучше, конечно, уши купировать. Посмотрим, а ещё жизнь покажет, какие ушки... Малышу сколько ему месяцев? Два? Ему три. Три месяца? Три месяца. Ему три месяца, да. Блибушка. Да, вспомни, Джек Рассел, терьера. Четыре, четыре влезет в одну эту щенка. Ну и вопрос, как у всех мужчин, у меня всё-таки вопрос финансовый. Сколько стоит щенок? Ну, сейчас средняя стоимость щенков, стаффордов от 25 до 50 тысяч рублей. Это средняя стоимость. То есть есть дороже особи, есть дешевле. Всё тоже зависит от титулованности родителей, от перспектив самого малыша. То есть есть щеночки на диван, скажем так, для души, есть щенки в перспективе выставочных. На диван, это надо отдельный диван покупать. Отдельный, конечно, а как ты хотела. У меня финальный будет вопрос. Вот вы, когда водчица, всё-таки каким людям рекомендуете заводить стаффордов? Может быть, какого характера? Может быть, какую семью? То есть кому вы отдаёте свои щенков? Предпочитаем, конечно, семейные пары. Лучше желательно даже с детьми. Почему? Чтобы щенок уже вырос с детьми. Это обычно молодые пары, начиная где-то с 18, ну и до 50, скажем так, лет. В принципе, все справляются. Единственное, конечно, пожилым людям будет немножко тяжеловато именно в физическом плане. Мощное удержание. А так, конечно, лучше спортсменам, активным, темпераментным, любящим путешествовать, любящим продолжительным. Эта собака подходит больше активным людям. Американский стафарширский терьер, дорогие друзья, находится у нас в студии. Абсолютно не страшная собака. Посмотрите, какие милые щеночки. Посмотрите, какой... Ты всё хороший такой, синий, ласковый. Мы благодарим Елену Золотова, заводчика стафарширских терьеров, за этот интересный рассказ. Ждём ещё у нас в студии не раз. Ну, а сейчас мы с вами прервёмся, после чего будем разыгрывать билеты. Поэтому не пропустите. Оставайтесь с утра.